1, 2, 3, come on! Добрый вечер! Добрый вечер! Я рада вас приветствовать, потому что, несмотря на функционное обучение, вы еще находите в себе силы выходить в прямые эфиры и снова с использованием различной электронной техники. Это наша работа, которую мы очень любим. Добрый вечер! Приближаются выпускные для студентов Алтайского государственного гуманитарно-федагогического университета имени Василия Макаровича Шукшина. Скоро останутся позади все экзамены, сессии, написание диплома, и впереди нас всех ждет новая прекрасная пора, первая работа. Но с чего же начать ее поиск? Конечно же, с составления резюме. Именно этой теме мы и посвятим наш первый выпуск перспективного будущего с Центром карьеры. И сегодня мы побеседуем с руководителем Центра карьера Юлией Викторовной Дрозд. Добрый вечер! Добрый вечер, Аня! Юлия Викторовна, расскажите, что такое резюме? Ну, если совсем коротко, то это Ваша личная характеристика, в которой отражаются не только Ваши профессиональные навыки, а также личностные навыки. Расскажите, как его составить, с чего начать составление резюме? Наверное, с подбора фотографии. Как это бы ни звучало странно. Но порой именно она может решить вопрос трудоустройства. Зачастую человек использует фотографию, не задумываясь о том, что на ней изображено. То есть берет где-то со своих соцсетей, а еще бывает, что берут чужие фотографии. Не всегда у руководителя какой-либо организации хватает времени просмотреть очень тщательно все резюме. И порой, кидая быстрый взгляд на много-много резюме, человек, если визуал, он выцепляет на понравившееся ему лицо. Неважно, красивое оно, некрасивое. Главное, что оно ему понравилось. И только потом начинают уже читать резюме. Бывает и так. Ну, а еще с чего начать? Ну, конечно же, с даты рождения, с фамилией, имя, отчество. А с того, откуда человек родом, что он закончил. Ну, а что нужно прилагать к резюме? Ничего. Как правило, резюме многие путают с портфолио. Вот если требуется портфолио для поступления, например, на работу, тогда, да, вы прикладываете свои какие-то достижения. Ну, например, если вы заканчиваете дизайн и выпускаетесь по специальности дизайна, соответственно, у вас, скорее всего, будет портфолио вашей наработки, то есть то, что вы уже умеете делать непосредственно. Это может быть какой-то интерьер, например, да, или еще что-то, оформление какого-то кабинета рабочего. А резюме – это более короткая ваша характеристика, которая не требует приложения каких-то дополнительных документов. Как тогда преподаватель узнает о моем опыте, в чем я уже была задействована? То есть нужно ли писать хотя бы опыт? Конечно. Особенность резюме еще состоит в том, что в нем описывается ваш профессиональный опыт, то есть то, где вы, например, работали, будучи студентом, например, в летнее время были где-то вожатым. И в хронологическом порядке указываются периоды этой работы. Или, допустим, подрабатывали в школе или в каком-то языковом центре. То есть это будет характеризовать вас с профессиональной точки зрения. То есть для вас это плюс. Вы говорите, что ничего прилагать не нужно. А вот, например, дипломы. Мне просто писать, какое у меня образование? Да, вы пишите, что вы закончили, какое направление и в каком году. Если у вас несколько документов об образовании, например, в период основной подготовки вы еще прошли переподготовку или заканчивали какие-либо дополнительные курсы, то вы их тоже указываете. Затем, если работодатель с вами связывается и просит, допустим, копию диплома, такое часто очень сейчас встречается, в копию диплома смотрят приложения. Приложения указываются от центра студента, то есть то, как он учился. Ведь заканчивая один и тот же вуз, учась в одной группе, каждая личность учится по-своему. Кто-то хорошист, кто-то отличник, но кто-то имеет и тройки. Работодатель имеет право выбрать лучшего специалиста. Скажите, а что еще нужно писать, а чего не нужно? Не нужно обманывать ожидания работодателя. То есть если вы действительно не пунктуальный человек, не пишите вообще про пунктуальность. Если вы действительно внимательный, аккуратный, так и пишите. То есть тот, какой вы есть. Если вы готовы учиться дальше, значит смело пишите, что вы готовы учиться дальше. Чтобы не получилась ситуация, что работодатель приглашает вас на работу, в своем резюме вы указали, что вы очень коммуникабельная. А придя, например, на собеседование, сразу выясняется, что вы не совсем коммуникабельный человек, что вы очень сложно идете на контакт. По сути дела и вы потеряете за зря свое время, и работодатель его потеряет. То есть в резюме не нужно обманывать. Скажите, а есть ли какое-то общее клише или каждое резюме, оно индивидуально составляется с творческим подходом? Есть общее, официальное. Так скажем, резюме. Оно размещено у нас в ВК, центр карьера, можно там взять. Но есть, например, часть работодателей, для которых очень важно, чтобы вы отметили какие-то свои особенности. И, как правило, у таких работодателей на сайте, в разделе востребованной, например, вакансии, выложены свои шаблоны резюме. То есть каждая компания может разработать под себя необходимое им резюме, чтобы человек указывал нужные качества, можно так сказать. И отличаются профессии, которые связаны, конечно, с творчеством. Как правило, на такие профессии требуется не резюме, а портфолио. Скажите, а все ли работодатели обращают внимание на резюме? И все ли они требуют его? Нет, не все работодатели требуют резюме. Но в связи с ситуацией, которая сейчас у нас происходит в стране, найти работу удаленно, тем более в другом городе, резюме остается самым эффективным способом поиска работы. Есть ряд работодателей, которые сразу приглашают на собеседование. Но для этого они обращаются в такие центры, как наш, в Центр карьера. И тогда просят дать уже заранее небольшую характеристику того человека, который им нужен. Елена Викторовна, поделитесь своим опытом. Скажите, от резюме многое зависит, или это просто бумажка? Зависит, наверное, от удачи. Если удача не улыбнулась, то резюме не просто бумажка. А если не улыбнулась, то никакое резюме не поможет. На самом деле все в ваших руках и зависит, конечно, от человека. Но иногда даже бумажка может стать вашей удачей. Вовременно правильно оформлено и в нужное место отправлено. Вообще мы сейчас разобрали, наверное, на очень важную тему для каждого студента и выпускника, да, наверное, и вообще человека, потому что каждый сталкивается с поиском первой работы. Первая, может быть, даже и не первая. И каждому приходится хоть раз в жизни писать резюме. Следите за нашими анонсами в социальных сетях группы «Объектив» и Центра карьера. Совсем скоро мы выпустим новый анонс о втором выпуске «Перспективного будущего», где поговорим на тему собеседования. Это такая же немаловажная тема для всех людей. И можно сказать, что это следующий этап как раз после резюме. Большое спасибо. Всего доброго.